Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами говорим о натуральных флажелетах, поищем их, где они у нас находятся на инструменте, а в конце я вам покажу способ, как их исполнять и как заниматься натуральными флажелетами. Друзья, в двух словах простым языком объясню, что такое флажелет. Когда мы играем струну и ставим палец, прижимаем пальцем струну, то у нас получается чистый обычный звук. Плотный и очень яркий, но мы также можем пальцем лишь прикоснуться к тому месту, где обычно мы нажимаем на струну пальцем. И когда мы прикасаемся, то мы получаем такой прозрачный, стеклянный или свистящий звук, который называется флажелет. Но на одной струне мы можем сыграть не больше 11 флажелетов. То есть, если мы, прижимая пальцы, мы можем озвучивать все ноты, любые, то флажелеты мы должны именно искать или знать, где они находятся. И вот об этом я вам сегодня и расскажу, и покажу, где находятся наши флажелеты. Итак, на одной струне мы можем сыграть вторым пальцем 4 одинаковые ноты по высоте. Демонстрируем. Эти 4 ноты делят нашу струну на 5 равных отрезков. Третьим пальцем мы можем сыграть только лишь 2 ноты, 2 одинаковых звука. Они разделят нашу струну на 3 равные части. И четвертым пальцем... Тоже 2 одинаковые ноты, которые точно так же разделят нашу струну на 3 одинаковые части. Самый распространенный флажелет... Четвертым пальцем. Он делит нашу струну на 2 равные части. Ре, Ре. Или Соль, Соль. На каждой струне вы можете проделать тот же самый эксперимент. Например, на струне Соль мы можем сыграть... Третьим пальцем 2 одинаковые ноты по высоте. Четвертым. Точно так же 2. Вторым 4. И третьим разделить струну на 2 части. Или четвертым. Это не важно. И какие же у нас получаются звуки? Соль, Си и Ре. Точно так же у нас получаются натуральные флажелеты на Ре струне. Ре, Фа, Ля. Ре, Фа, Дес, Ля. На Ля струне Ля. До, Дес, Ми. И на Ми струне Ми, Соль, Дес, Си. Важную роль при исполнении флажелета играет правая рука. Играет наш смычок. Чем ближе к подставке вы будете исполнять флажелет, тем он будет звучать четче. Даже не тише. Дело не в динамике, а именно в четкости, в артикуляции звука. Правая рука у нас должна быть очень уверенная. Так что перед тем, как заниматься флажелетами, всегда обязательно поищите движения вашей руки. Поищите игровую точку, которая должна быть поближе к подставке. Что касается левой руки. Пальцы левой руки мы не ставим на струну, а лишь дотрагиваемся. Но дотрагиваться мы должны не всей подушкой, не всей плоскостью нашей подушечки, а лишь кончиком пальца, кончиком подушки. Как заниматься флажелетами? Каждый флажелет я советую играть 4 раза повторять. И потом, после, на четвертом смычке делать медленный переход до следующего флажелета. Вверх и вниз. Обратите внимание, что по возможности я ставлю палец, касаясь пальцем струны, очень плоско. Особенно в верхних позициях я выпрямляю всю свою ладонь. Все пальцы. Также с третьим пальцем. Я всегда слежу за игровой точкой. Она не должна у меня уходить за середину ближе к грифу, ближе к подставке. И четвертым пальцем. Проработав эти флажелеты, таким образом вы будете очень уверенно чувствовать себя на грифе. И вообще флажелеты нам нужны для хорошей качественной интонации. И они очень часто встречаются во многих произведениях скрипичных. Так что занимайтесь и флажелетами. Друзья, большое спасибо за просмотр. На этом все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск.